Дагестан может вновь провалить программу по обеспечению жильем детей-сирот. Эту обеспокоенность выразили на очередном заседании правительства региона с главами муниципалитетов. В причинах такого положения дел вместе с чиновниками попыталась разобраться и Патимат Ханапова. Ей слово. Деньги есть, а квартир все еще нет. Сироты остаются без жилья и годами прописаны в детдомах. А все из-за того, что муниципалитеты вовремя не заключают контракты. И в этом году через закупки должно пройти около 800 миллионов рублей. На данный момент соглашение заключено лишь на треть этой суммы. Таковы неутешительные данные статистики. Само собой, разумеется, такое положение дел не может не беспокоить как Минрегиона. Я вас прошу, отнеситесь, пожалуйста, к этому серьезно. Дети-сироты, кто такие, вы хорошо знаете. Лучше, чем мы. Поэтому обратитесь, пожалуйста, на освоение этих средств, на закупку жилья. Вообще, это такой очень щепетильный социальный вопрос. И один из индикаторов оценки деятельности всего руководства республики и руководства районов. У глав городов и районов есть свое объяснение ситуации. По их словам, на торги никто не выходит из-за низкой рыночной стоимости одного квадратного метра жилья. Кстати, такой норматив установлен как раз и правительством республики. Однако, вице-премьер Руслан Алиев посчитал такое оправдание некорректным. Выделяйте земельные участки, привлекайте инвесторов, устроите дома модульные, легко возводимые. Потому что 29 субъектов Российской Федерации идут по этому пути. Просто сидеть, мы объявили конкурс и никто не вышел. Что они зеленки не оформлены, главу, это ваша компетенция. Что нет там домов или ценовая политика, это ваша компетенция была. Не должно здесь на уровне председателя правительства собираться поднимать вам цену или понижать вам цену. Но вы проанализируете это все, вы же будете этим детям, сиротам, лицо смотреть, из-за чего вы не смогли квартиру приобрести. Если есть чуть больше удорожания этой квартиры, не идут, найдите спонсоров. В восьми муниципалитетах региона не заключено ни одного контракта. За угрозы срыва проекта повисли над городами Махачкала и Дагестанские огни. Плохие дела и в таких районах, как Табасаранский, Тлеротинский, Шамильский, Кулинский, Кизелюртовский и Ногайский. Впрочем, в столице Дагестана проблему почти решили. Во всяком случае, Салман Дадаев говорил уверенно. Внутренние отделочные работы завершены, благоустройство прилегающей дворовой территории выполнено, смонтированы новые ТП, насосные станции и все остальные работы выполнены. Идут к завершению внутренние отделочные работы по квартирам уже. Есть одна проблема, которая нас еще тормозит, это не смонтирован газопровод до конца. Почти год не могли получить технические условия от Газпрома, благодаря Мавилу Людовичу, как он включился. Технические условия нам выдал Газпром. Сейчас идет протягивать газопровод. После того, как газопровод протянут, будет возможность получить ЗОС и Ахтвода. После того, как Ахтвода будет получен, застройщик подаст на регистрацию правосуственности на квартиру, только после этого он сможет заявиться на торги. Вот в ежедневном режиме мы эту работу ведем. В итоге бурных и долгих обсуждений участники совещания пришли к консенсусу. Все присутствующие согласились с тем, что до 1 сентября с контрактами надо разобраться раз и навсегда. Правительство со своей стороны обещало пересмотреть и пресловутую стоимость квадратного метра, который так спугнул подрядчиков. По тему от Ханапова, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Махачкала.